Десяток куриных яиц. Кто бы мог подумать, что этот достаточно простой продукт когда-то станет настоящей лакмусовой бумажкой для нашей экономики. В конце 2023 года цены на яйца стремительно выросли. Почти вдвое, до 150 рублей. Их даже начали продавать поштучно. Однако сейчас, кажется, цены снижаются. Например, вот этот десяток стоит 120 рублей. В Минсельхозе отчитались. За последние две недели цены на яйца упали на 2-4% в зависимости от категории. Сегодня в красноярских супермаркетах яйца стоят в среднем 120-140 рублей. В некоторых точках по акции их можно найти и за 70-100 рублей. Впрочем, в одной из торговых сетей города нам рассказали, хвастаться пока нечем. Реального снижения цен нет. Сейчас торговые точки лишь убирают свою наценку. Это поможет избавиться от симптомов, но не вылечит болезнь. Другая ситуация на рынках. Там, говорят, цены снизились ощутимее. Если они поднимались почти 130 рублей, то сейчас уже 107. То есть уже на 20 с лишним рублей они, с десяток. Сколько он там будет стоить, он нужен. Единственное, да, бабушки брали. Где-то, если они брали ячейку, они брали там два десятка. Два десятка, десяток. Вот так вот. В этом изменилось. Люди же считают, цены упали ненамного. И этого все еще недостаточно. Вот они были перед новым годом, 120 где-то в конце ноября, наверное, в начале декабря. Потом подорожали. Ну, сейчас опять к этому значению пришли. Приемлема эта цена, как считаете? Ну, не больше 100 рублей. Вот на такие яйца. А на вот такие, вот на вот такие. 50 рублей. Красная цена. Однако власти уверены, цены так резко подскочили, потому что у людей стало больше денег. И они стали больше покупать. По крайней мере, так заявил президент Владимир Путин на встрече с предпринимателями в Хабаровске. К слову, в этом же разговоре Путин назвал Россию одной из первых экономик Европы. По яйцу, видите, у нас еще произошло. Вовремя просто не сориентировались. Просто объем-то производства у нас не уменьшился. Потребление увеличилось. В связи с реальными располагаемыми доходами населения. Немножко, но все-таки доходы чуть-чуть у людей выросли. Вот. Начали больше приобретать яйцо, мясо, курицу. И вовремя о том, чтобы открыть импорт, не подумали. Бум! И цены полетели. Цены полетели и импорт все же открыли. Почти полтора миллиона яиц в России уже поставил Азербайджан. Помогла яйцами и Турция. Власти надеются, что это сыграет свою роль в снижении цен. Ведь проблема все же коснулась каждого. Рост стоимости зафиксировали во многих регионах. Так в Хабаровском крае предприниматели уверены, справиться с дефицитом яиц им помогла Божья помощь и вера в губернатора. Ну, наверное, с Божьей помощью, с верой губернатора Михаила Владимировича Дегтярева в нас. И, наверное, ответственность перед населением, которое мы кормим, все-таки сделала так, что мы в декабре произвели 25 миллионов медсантов с фабриками. Михаил Владимирович, вы, обратите внимание, вы следующий за Господом. Пока шумиха вокруг цен на яйца больше напоминает сказочный фарс. Курочка пробежала, хвостом взмахнула и уронила яйцо. Не простое, а золотое. Впрочем, люди надеются, что золотым продукт все же не будет. Анастасия Харужа, Данил Мамонтов, Новости ТВК. Субтитры создавал DimaTorzok